Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами, как вы уже видите, моделька под названием DOOGEE X5 Max. Данный производитель является лидером, наверное, среди всех производителей среди Китая по бюджетным смартфонам, по недорогим, очень интересным моделям. Очень довольно-таки широкая линейка у компании DOOGEE, HONTOM HT3, HT7, X5. И вот сейчас компания пополнила долгожданным X5 Max. Эта модель является интересным образцом того, что можно приобрести за смешные деньги. Эта модель является улучшенной версией от DOOGEE X5 обычного и даже X5 PRO и так далее. Итак, X5 Max поставляется вот в такой вот коробке. Здесь сзади представлены все его технические характеристики. Об этом немножко позже. Далее мы открываем коробку. У нас здесь вот в таком вот пакетике у нас представлен сам телефон. О нем тоже позже. Ну и стандартная комплектация – это зарядка и USB кабель. Зарядка у нас идет на 1 Ампер. Смартфон получил несколько другой дизайн. Он более интересный, чем обычный DOOGEE X5, что не может не радовать. Моделька имеет 5-дюймовый размер. То есть, опять же, компания сделала упор на удобство. На не лопатофон, а на бюджетный, недорогой, маленький, классный смартфон. Здесь представлен у нас 5-дюймовый дисплей, 3 сенсорные кнопочки меню домой-назад. Сверху 5-мегапиксельная фронталка, датчик приближения освещения и разговорный динамик. Вот этот вот ободок – это пластик. Это не металл. Сверху здесь у нас разъем под наушники и microUSB разъем. С этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз и кнопка включения-выключения. Кнопки выполнены нормально, ничего нигде не болтается. Нажимаются они тоже отлично. Снизу у нас есть вот две таких решеточки. Одна из них – это динамика, а вторая – это просто муляж для симметрии. Микрофон располагается у этого смартфона вот здесь. Сзади смартфон имеет вот такую вот матовую интересную крышечку. Она приятна на ощупь. Она, в принципе, выполнена по аналогии с смартфоном DOOGEE X5. У него, в принципе, крышка была точно такая же. Здесь у нас есть 8-мегапиксельная основная камера, вспышка. И в бюджетном устройстве есть сканер отпечатков пальцев, который работает, в принципе, даже неплохо за свои деньги по смартфону. DOOGEE X5 MAX – это, получается, логотип компании. Крышка у нас здесь съемная. Под крышкой мы можем увидеть следующие моменты. Во-первых, компания DOOGEE выпустила бюджетную модель с довольно-таки неплохим аккумулятором на 4000 мАч. И также позволила конечному потребителю пользоваться одновременно двумя симками плюс картой памяти. Данная модель поддерживает полноценно 3G интернет в Украине, поэтому с этим, опять же, никаких проблем не будет. Что касается сборки, могу сказать, что все здесь отлично. Конечно, эта крышка довольно-таки хорошо защелкивается. На перегиб никаких посторонних звуков нет. Он не хрустит, он не трещит, как бы этого многие ждали. Но, в принципе, по сборке здесь все отлично. Опять же, когда делаешь обзор на такую модель, когда покупаешь смартфон по цене до 2000 ривен, ну, чтобы вы понимали, эта моделька в Китае стоит в районе 60 долларов. Нужно адекватно к этому подходить и адекватно оценивать смартфон в рамках полностью его цены. Итак, рассмотрим технические характеристики этого смартфона сразу же через программку Antutu. Как раз сразу же покажу вам, сколько баллов набирает эта модель. Набирает она в районе 25 тысяч баллов, что вы видите на своих экранах. Здесь у нас, что очень хорошо, это сразу же с коробки 6-ой Android. Это MTK6580 Mali 400 MP. Здесь HD разрешение дисплея. Здесь основная камера на 8 Мп. Гигабайт оперативки, 8 встроенных, можно поставить карту памяти. Этот процессор имеет 4 ядра по 1,3 ГГц. HD 320 DPI. Мультитач-тест у нас двухточечный. Пишет у меня, что фронталка у этого смартфона тоже 8, но это интерполяция, это неправда. Из датчиков здесь есть различные акселерометры, датчики приближения освещения, гироскоп некалиброванный. И, в принципе, все. Из интересного можно сказать то, что эта модель имеет сразу же из коробки полноценный русский и украинский язык. Но заметил такую особенность, что как только я перезагружаю, допустим, смартфон, у меня почему-то ставится автоматом украинский язык. То есть, ну, этот очень быстро поправляется. Можно в настройках зайти и поставить. Сразу же с коробки у нас в смартфоне 6-ой Android. Настройки здесь все у нас стандартно, ничего супер особенного нет. Единственное, что есть турбозавантажение. Это такой режим, который позволяет у нас загружать что-то одновременно и с 3G интернетом, и с Wi-Fi. Если честно, не знаю, зачем это нужно. Потому что если есть Wi-Fi, то все и так грузится довольно-таки быстро. Ну и, в принципе, по настройкам есть различные настройки движений, различных датчиков движений. И, что немаловажно, есть настройка сканера отпечатков пальцев. Этот сканер отпечатков пальцев, в принципе, как для бюджетного устройства, он работает неплохо. Плюс ко всему, достоинством его является то, что он разблокирует смартфон сразу же до момента, когда его не нужно дополнительно снимать блокировку. Потому что есть очень многие смартфоны, когда ты его вроде бы сканером дотронулся, он разблокировался. Но разблокируется он вот до такого момента, когда нужно еще там какой-то свайп сделать. То есть это глупо. В данном случае это неплохо. Единственное, что могу сказать, что сканер отпечатков пальцев вроде бы неплохой. Но для адекватной работы, если вы хотите этим пользоваться, нужно будет несколько раз задать отпечаток пальцев. Ну, в принципе, сейчас, если я правильно прикладываю, как я его и задавал, этот отпечаток пальцев, то, в принципе, сканер срабатывает в 100% случаев. Если я промазываю каким-то образом, как-то не так я прикладывал палец, когда сканировал, то он, да, иногда он может подлагивать и не распознавать отпечаток. Но это поправится несколькими попытками считывания сканера. Экран здесь довольно-таки яркий. Здесь IPS, матрица. Углы обзора неплохие. Но как для бюджетного устройства. ОГС-технология очень сложно здесь сказать. Есть оно и присутствует оно или не присутствует. Но вроде бы есть воздушная прослойка, вот по моим таким личным ощущениям. Что касается звучания. Звук меня порадовал однозначно. Я протестировал эту модель на максимум. И в наушниках звучание отличное. Разговорный динамик, микрофон вообще без нареканий. Внешний динамик тоже все классно. Я вам продемонстрирую звучание, когда буду тестировать Asphalt 8 в плане производительности. Поэтому по звуку однозначно все плюс. Данная модель не поддерживает ОТГ-разъем. То есть подключить мышку, флешку, клавиатуру в этом смартфоне будет невозможно. Давайте посмотрим, что по производительности. У нас здесь установлен бюджетный процессор MTK6580. Асфальт запустим на максимальных настройках. И посмотрим, что из этого получится. По минуте игры в Asphalt 8 можно сказать, что бюджетный смартфон. Он довольно-таки неплохо сбалансирован. Прошивка хорошая. И с железом все работает у смартфона. Все очень достойно. Потому что на максимальных настройках графики бюджетный процессор MTK6580 с одним гигабайтом оперативки всего лишь отрабатывают очень даже неплохо. Аккумулятор это одно из самых главных, одно из самых больших достоинств данного смартфона. Так как производитель здесь заявил аккумулятор у нас на 4000 мАч. Данный аккумулятор я протестировал, как всегда, в программке UndoTesters. Показал он у меня классные результаты как для бюджетного устройства. Но по ощущениям все-таки аккумулятор несколько меньше. И по своим размерам, которым он должен был бы быть на 4000 и все-таки по емкости, мне кажется, здесь где-то вот 3,5 честных мАч есть. Потому что смартфон держит зарядку очень достойно, но при этом не так, как бы этого хотелось бы при реальных 4000 мАч, при таком размере дисплея, при таком бюджетном процессоре и так далее, так далее, так далее. Поэтому за аккумулятор плюс, но могло бы быть все гораздо красивее. GPS тоже протестировал. Есть спутники, ловит смартфон, функция работает. Ловит недолго. Тестирую я GPS всегда в условиях подхода только к окну. Не выхожу я на улицу полноценно. То есть всегда смартфоны ловят нормально, в том числе и DOOGEE X5 Max. Касаемо камеры, это вообще отдельный разговор. Я считаю, что если сравнивать эту модель с смартфоном DOOGEE X5 обычным, то это просто как небо и земля. Потому что камера у DOOGEE X5 Max действительно умеет делать фотографии. Она имеет 8 мегапикселей основную камеру. Видео записывается у нас в формате Full HD. что могу сказать по качеству, в принципе, мне качество очень даже понравилось. Вот такого качества у нас идет фотография. И я сделаю вам еще несколько фотографий. Вдаль, вот макро вы видите, качество просто отличное, я считаю. Потому что матрица здесь у этого смартфона выполнена совсем на другом уровне. И можно эту модель с легкостью сравнивать с Blackview A8, у которого камера является основным его достоинством на фоне всех-всех-всех его других минусов. Что сказать по поводу этой модели? В принципе, компания DOOGEE выпустила очередной очень хитовый продукт, который уже нереально спрашивают. Каждый день мы отправляем эту модель клиентам по всей Украине. Никаких проблем, багов я не заметил. Кроме того, что когда смартфон выключается, то после включения, допустим, после перезагрузки, у меня почему-то стоит все время украинский язык. Не знаю, может быть, сброс на заводские настройки поможет этому всему. Но я это делать не пробовал. Плюс ко всему, прошивка у нас здесь 6-й Android. Также присутствует у нас обновление по Wi-Fi. И, кстати, на украинском языке, когда украинская раскладка стоит, почему-то не везде у нас идеальный перевод. Сейчас я поставлю русский. Тот же меню обновлений телефона у нас все будет на идеальном русском языке. И в настройках камеры тоже. Поэтому как бы целесообразнее пользоваться русской раскладкой. Это будет более качественный перевод. Обновление у меня сейчас самое последнее. Но я думаю, что в скором будущем, в скором времени, обновление, в принципе, будет нормально работать. Когда это сделает производитель. Что сказать по поводу конкуренции этого смартфона? Есть модели аналогичные сейчас на рынке. Это, например, VK World, VK 700 Max. У которого тоже 4000 аккумулятор. И в целом, я считаю, что данная модель намного лучше. Здесь лучше сборка. Здесь лучше сам бренд по себе. Дуги сейчас себя уже лучше намного заявил. И поэтому есть смысл покупать именно эту модель. Лучше здесь камера. Присутствует сканер отпечатков пальцев. Да и внешне гораздо модель более интересная. Поэтому среди конкурентов таких, как Дуги Х5, Хомтом HT3, HT7, я считаю, что это однозначный лидер. Потому что ни у кого нет все-таки такого крутого аккумулятора. Ни у кого нет такой достойной за эти деньги камеры. Ну и бюджетно, в бюджетной модели сканер отпечатков пальцев, которые еще к тому же очень даже неплохо работают, если его правильно настроить. Такого практически нигде нет. Других каких-то нареканий, каких-то недостатков в смартфоне я не заметил, не увидел. На этом будем заканчивать. Считаю, что очень эту модель достойным приобретением, очень хорошим выбором среди бюджетников. И однозначно стоит рассматривать его в первую очередь на сегодняшний день. Подписывайтесь к нам в группу, заходите к нам на YouTube-канал, подписывайтесь опять же на него. Также заходим к нам в интернет-магазин antilife.com.ua. Вот такие вот Дуги Х5 Max можно всегда приобрести за адекватные деньги с отправкой по Украине с оплатой при получении. На этом все. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok